Часик в радость, теперь сладость хиканы. Меня часто пишут, хикан, что это за возмутительное действие происходит? Я выхожу из своей избы сочевальной, раз в сто лет вышел, и что я вижу? Я вижу такого же бетарда, с усиками вот этими традиционными, с какой-то бородкой реденькой. И с ним просто обворожительнейшая тян, какая-то длинноногая, фигуристая, красивая. Что она в нем нашла? Вот какая загадка неразрешимая происходит. Хикан, помоги разобраться, что дело не так. Шурик, какие были твои комментарии? Ну что, олигарх какой-нибудь? Ну понимаешь, олигарх вряд ли будет где-то в спальном районе с очень пролетарским населением ходить. Я не часто вижу тут олигархов. Олигархов. Ты давно тусовался с олигархами? Ну, прошлые недели. Там у кого было три бутылки водки, что ли? Ну да. Вот олигарх, что ли. Ну я имею в виду, у кого не три бутылки водки, а у кого три завода хотя бы. Ну не знаю, значит у него какая-то своя изюминка какой-то. Внутренний мир, который ей понравился, он зачаровал. Изюминка, я тебе расскажу по этому поводу бородатый анекдот, который я, кстати, забыл. Ну что, ты не знаешь, как они идут, раз что? Ну ладно. В общем, едет что-то мужик какой-то в трамвай, и заходит цыганка с огромным мешком, просто невыносимым, больше чем она сама. Она заходит, гнется под грузом этого мешка, ей тяжело, больно, с ним пот стекает. А Лена так вальяжно, спокойно, ее спутник, все нормально. Мужик говорит, обращается к спутнику, говорит, что же вы, что же вы учиняете беззаконно, что же вы делаете, это ваша женщина, это будущая мать, что вы себе позволяете, аж трясет. А цыганка такая из под груза этого мешка на него смотрит, говорит, мужик, если бы он тебя так трахал, ты, говорит, его и сам бы себе на спину еще закинул. Это не смешно анекдот. Этот анекдот не предназначен даже для того, чтобы вызвать улыбку. Он обуславливает всю эту создавшуюся ситуацию. Может быть, просто он ее так трахает, например, что она согласна жить даже с таким чмом, я бы давал чепушилом. Прикольное слово. Ну, может быть. Может быть и нет. Ты как ты думаешь, зачем такие тянки с чмошниками трутся? Почему так бывает? Что в них такого, в этих чмошниках? Да. Внутренний мир богатый. Кого мы обманываем? Все говорят, что тянки любят за деньги. Это не всегда так. Член по колено. Член по колено. Иконы. Наверное, это болезнь. Всего хорошего от души желаю. Счастья вам желаю. Живите, опять же, с твоим умом. Развивайтесь. Читайте книжки. Не бухайте. Не употребляйте наркотики. Можете заказать у меня рекламу. Донатить бабуле и мне напичь пакеты, чтобы мы не загнулись. Я вам сигны сделаю за это, например. Интима не предлагать. Хотя, какой тут интим? Тебе хочется интима? Ну, смотря с кем. Ну, вот с этим. С редкой вороткой. Мне. Ну, а с кем тут интим? Я и тян тут уже давно. Хотя, не видел. Ну, честно. Что-то не очень какие-то тян. Пошли в последнее время. Все поразъезжались. Странно. Почему? Ну, да ладно. В общем, хиканые. Желаю еще раз вам счастья. Берегите себя. Сладко нам, Богуле, счастье. Богуле, счастье. Сладко нам, Богуле, слава. Пока. Кампуктира. 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 Кампуктира.